здравствуй это очень особенно для меня быть здесь с вами к сожалению я не могу проповедовать по-русски ну извините лифа очень и по по крайней мере пока я здесь 30 лет назад примерно бог сделал так что я познакомился с Леоном и Ниной и до сих пор эта дружба является особенной в моей жизни и поэтому мое отношение, моя дружба с вами также очень особенная и я каждый раз волнуюсь когда я нахожусь здесь я хочу начать с того что я задам вам вопрос как у вас дела как вы себя чувствуете и справляетесь в эти времена это очень сложное время правда я должен перед вами признаться что мне очень непросто наши сердца очень связаны с народом Израиля и поэтому мы чувствуем все это давление направленное против нас а война это всегда очень непростое время мы маленькая страна и от нас очень много требуется вы уже в вашей общине заплатили жизнями здесь и меня это поставило в вопросительную позицию перед богом возможно вы спрашиваете у бога тот же вопрос как мне выстоять в этом кризисе это не только наш народный, наш государственный кризис также многие из нас переживают и личные кризисы каждый только сам знает свою личную боль и женщина и мужчина знают свою личную боль и я чувствую и в своей семье и в нашем народе и в нашей общине что люди переживают кризис но я знаю что бог призывает меня выстоять в этом я хочу начать примером человека который выстоял в кризисе вы все знаете скорее всего все знаете историю Второй мировой войны люди в бывшем Советском Союзе заплатили очень тяжелую цену в этой войне но в сентябре 1940 года стал премьером министра Британии Михая кто стал Винстон Винстон Черчилл и он занял свою позицию во время очень большого кризиса Четыре дня до того как он вышел со своей речи к парламенту Франция полностью проиграла в войне фашистской Германии но до того как оно что-то что произошло до скидывали бомбы в течение восьми месяцев с сентября по май очень долгое время Немцы хотели уничтожить Англию и Лондон полностью Но до этого Винстон Черчилль уже знал какова будет тяжесть войны И он высказал свою фразу, свою речь которая популярна даже до сегодняшнего дня Он встал в парламенте и он сказал Даже если наша империя будет через тысячу лет стоять люди вспомнят это слово В этот особенно трудный период это наше время встать перед лицом врага И он очень укрепил их Он дал им мужество в их сердца и веру В один день в одну свою речь Он изменил всю историю И это то что мы также можем сделать Я хочу назвать свою проповедь таким образом Выстоять в кризисе Отец Наш Небесный помоги нам услышать твой голос сегодня Есть наши голоса в микрофонах Но более этого и намного более важно Дай нам услышать твой голос Господь Мы просим Господь чтобы ты сам говорил к нам Каждому человеку Каждого возраста И не важно где мы На каком этапе в жизни мы находимся И скажем Амин Амин, Амин, Амин Через неделю мы также будем праздновать мужество сердца Одного из наших национальных лидеров Кто это? А к кому я говорю? Коримла Как ее зовут? Эстер Након, Након Йофи Также и Эстер выстояла в кризисе И также это был национальный еврейский кризис Где-то 2400 лет до Уинстона Черчилля Вы уже знаете, конечно, историю Эстер Но очень стоит нам все равно кое-что вспомнить И вся территория персов и медиан Когда Ахашвирош был царем И когда Аман провозгласил смертный приговор всем евреям Это была огромная территория Мы читаем про 127 стран от Индии до Эфиопии Это немножко напоминает мне сегодняшнюю ситуацию У нас есть враги со всех сторон У нас враги не только Хамас У нас и радикальные исламисты окружили нас На нашей границе с Ливаном На наших собственных территориях И за всем этим стоит Иран Иран это бывшая Персия, как вы знаете То есть зло постоянно находится там Но я получаю это ободрение и укрепление от Эстер И от того, как она отреагировала Мы читаем в книге Эстер и Сфиль Четвертая глава, шестнадцатый стих Как она выстояла в этом кризисе Я думаю, что мы можем взять за пример И сделать так же, как сделала она Пойди собери всех Иудеев, находящихся в Сузах И поститесь ради меня, и не ешьте, не пейте три дня Ни днем, ни ночью И я служанками моими буду так же поститься И потом пойду к Царю Хотя это и против закона И если погибнуть, погибну Что она решила? Она очень радикальное решение приняла Она сказала, я буду стоять Перед Царем В этом кризисе Если мне суждено погибнуть Так я погибла Но я должна сделать этот шаг и стоять Мы знаем, что до этого Царь не знал, что она еврейка Она сохранила эту тайну до нужного времени Может быть, это похоже на некоторых из нас Может быть, мы не стоим в полной правде Перед нашей семьей Перед нашими сотрудниками Или в школе, в учебном заведении Неважно где Возможно, мы не чувствуем Полностью раскрыть свою личность Перед другими людьми Но я, возлюбленный, хочу спросить Задать вам вопрос Если не сейчас, то когда? Если не сейчас Когда я буду стоять И не скажу Что я мессианский еврей Мессианский верующий Что я последователь Господа Ишуа Потому что Ишуа он наш Мы знаем это в нашей общине Мы читаем Тору Мы принимаем вечерю Господню вместе Это мы И мы не стесняемся Есть шер Что я люблю Есть очень хорошая песня Подростки ее Подростки ее поют Бог призывает нас сейчас стоять И мы чьи в Танахе В истории также видим Когда есть кризис И несмотря на этот кризис Люди стоят Это дает нам прорыв Это то, в чем нуждаюсь я И в чем нуждаемся мы все Это то, в чем нуждаемся мы Как народ Вернуть наших похищенных Чтобы люди могли вернуться В свои дома Чтобы Бог собрал нас вместе Как народ Чтобы пришел наш Мashiach Мы очень часто В священных писаниях видим Иосиф, Моше, Давид Иосиф и Моше и Давид Даниэль, Шаул и Силас Практически любое повествование О вере в Танахе Это когда был кризис И когда кто-то, кто смог С верой встать, выстоять Посредине этого кризиса И когда Бог увидел эту веру Увидел смелость и дерзновение Сердца того, который выстоял И он изменил это состояние положения И тогда изменилась история Кто хочет участвовать в этой истории Я знаю, что намного легче Сидеть в сторонке И подождать, что произойдет Но я знаю, что я говорю сегодня К людям С мужественными И верными сердцами И возлюбленные Это наш час Так же, как сказал Черчилль Это наш самый подходящий час Как верующие в Иешуа В земле Израиля Я говорю правду Бог призывает нас Чтобы мы встали И выстояли в этом кризисе И тогда мы увидим прорыв И что нам остается делать Какие шаги мы должны Предпринять и сделать Я простой человек Это помогает мне Не думать о многих вещах Я сегодня хочу Предложить нам всем Сделать два шага Первый Это увидеть Иешуа Увидеть Господа Иешуа Посреди этого кризиса И второй Я уже сказал Встать перед Царем Для того, чтобы Принести Его Царство Во-первых, что я имею в виду Когда я говорю Посмотреть, увидеть Иешуа Как нам это помогает Бог сказал Народу Израиля Через Моше Я буду с вами Не отчаивайтесь И не сдавайтесь Вы можете выстоять Моше сказал Народу Израиля Когда они Встали У берегов Красного Олег Когда враг Уже настигал их Они уже видели Смерть Которая скоро Уже придет к ним Моше сказал Мы можем выстоять Стойте И увидите Спасение Божье На протяжении нашей истории Как народа Были такие моменты Когда служители Бога Видели Мессию О чем говорится До того, как родился Иешуа Люди видели И описывали Его Как Ангела Божьего Но это не был Ангел или Дух Это было Физическое явление И мы знаем Что Иешуа Всегда был До того, как он Родился в Плоте Во время Кризиса Даниил В чьей жизни Он был Авраам Након Гам Яков И Яков Он сказал Я видел Бога Гидон Яхескел И Зекииля И Иоанна Который видел Откровение Иешуа Но я хочу Здесь Сосредоточиться На кое-ком Другом Потому что Этот человек Переживал Очень сильный Кризис И это Иисус Новин Мы знаем Мы знаем Что Призвание Иешуа Бенуна Было Вести Народ В землю Израиля Но Например Мы сейчас Откроем Пятую Главу Книги Ихошуа Иисус Навин И написано Что Встал Против него Человек Мы 14-15 Мы Прочитаем 14-15 Если вы Читаете Прочитаете В своих Танах Иешуа 5 Иешуа 5-14 И 15 Иешуа Иешуа 5-15 Иешуа 6-15 Иешуа 6-15 Иешуа 6-15 Иешуа 7-15 Иешуа 7-15 Иешуа 7-15 Иешуа 8-15 Иешуа 8-15 Он сказал Нет Я вождь Воинства Господня Теперь Пришел Сюда Иешуа Пал Лицом Своим На землю И поклонился И сказал Ему Что Господин Мой Скажет Рабу Своему Вождь Воинства Господне Сказал Иешуа Сними Обувь Твою С ног Твоих Ибо Место На котором Ты Стоишь Свято И Иешуа Так И И Что Произошло Потом И И И Как Результат Того Что Он Увидел Господа Он смог Завести Народ Израиля В землю Обитованную Но Противостояние Со всех сторон Тогда Было Очень Сильное И До Сегодняшнего Дня У нас Также Очень Сильное Противостояние Но Какой Ключ К Всему Есть Ключ Смотреть На Господа Иешуа В нашем Кризисе Я Хочу Прочитать Из Послания К Евреям 12 Главы Ха 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 Эл Й Й Й Й Й Й Й Ма Ат О Ата О Вер Знает Ли Бог Что Ты Проходишь Знает Ли Он Наши Кризисы Что Что Происходит В нашей Семье Когда У Финансовые Проблемы У К К Когда Нет Работы И Когда Мы Сталкиваемся С Различными Проблемами Когда Вы Можете Прийти К И Объяснить Мне Что Такой Кризис Мы Проходим И Такие Трудности Отец Наш И Бог Наш Знает Ли Об Эт Об Написано Что Ничего Не Может Быть Сокрыто От Его Глаз Так Что Нам Делать У Нас Есть Здесь Инструкции В Евреям Глава 12 Первый Второй Стих Я Очень Всем Нам Рекомендую Эти Стихи Даже Выучить Их Наизусть Нас Нас На כל המעשה Сליחה וגם את החט הלוחד על נקלה ובסבלנות נרוצה אל נרוצה את המרוץ הארוך לפנינו בהביתנו אל ישוע מכונן האמונה ומשלימה אשר עבור השמחה הארוכה לפניו סבל את הצלב ובז לחרפו ועשב לימן כיזה הלווים посему и мы имея вокруг себя такого благо свидетелей снимем себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще взирая на начальника и совершителей веры ישוע который вместо предлежащей ему радости претерпел крест пренебрег ше посрамление и восстел одесную престола Божьего говорят что послание к евреям было написано к евреям людям которые проходили гонения и Дух Святой хотел дать им ободрение и смелость в сердце что может ободрить меня во время кризиса только если я буду смотреть на Ишуа и даже смотреть на него несмотря на то что он уже не находится на кресте но смотреть на него когда он был на этом кресте так Бог привел меня к вере я был в кризисе мой хороший друг его убили в 72 году я был хипстером жил где-то в горах кто-то забрал жизнь моего лучшего друга я был в депрессии и в отчаянии я переживал кризис и начал молиться кому-то кого я не знал и Бог показал мне видение я увидел Ешуа на кресте и эти места Писания постоянно напоминают мне то что я пережил как мы можем выстоять и даже бежать во время кризиса мы можем взирая на нашего Господа Ешуа тогда как ученики смотрели на него когда он шел по воде вы помните на кинерате была буря и они были в панике и они увидели кого-то и они думали что они видят привидение идущее по воде и что Ешуа сказал укрепитесь это я не бойтесь смотрите на меня Господь помоги нам смотреть и видеть Ешуа во время нашего кризиса и не потерять нашу связь это что-то что произошло с Петром он хотел выйти из лодки и идти к Ешуа и когда он видел Ешуа что он сделал он пошел он пошел но когда он отвел свои глаза от Ешуа и посмотрел на воду на кризис на волны поднимающиеся тогда он упал это наше время смотреть на Ешуа и еще лучше узнать его здесь говорится про личные отношения про личные близкие отношения и каждый из нас обязан развивать их я предлагаю что-то каждому я знаю что вы все занятые люди но взять несколько уделить несколько минут я очень получил большое благословение возле моей квартиры есть такой небольшой парк даже утром я сегодня пошел немножечко походил в этом парке я хотел подготовиться лучше чтобы говорить вам и я сказал господь я нуждаюсь в тебе я не могу никакую проповедь сказать без тебя и я немножечко покрутился в парке и я присел на скамейку и я сказал себе что мне нужно просто оставаться в тишине только я и Бог в этой тишине я дышал глубоко я говорил Господь я люблю тебя я нуждаюсь в тебе и будь со мной пожалуйста сейчас я иду в швей цион только чтобы служить тебе и он дал мне мир где можно найти мир во время кризиса только у Бога и только быть с ним я советую вам и также хочу ободрить вас в этом и поэтому первое это смотреть на Ишуа во время нашего кризиса и еще кое-что и стоять перед царями как сделала Эстер для того чтобы принести его царство если нету для чего нам мы здесь я очень извиняюсь но мы здесь не для того чтобы постоянно прикольно проводить время мне очень нравится хорошее время провожения мне нравится успокоиться мне нравится хорошо поесть моей семьей но Бог привел нас в этот мир в этот час для того чтобы его царство совершилось на этой земле как на небе как какое призвание есть это оно удивительное халлелуя эстер выстояла перед царем мы прочитаем об этом в книге эстер в пятой главе в первой втором главе эстер 5 1 2 эстер сфир 5 5 и 2 3 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 На третий день Исфира делась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома, при доме царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Эстер, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его, и простер царь Эстер, золотой скиптер, который был в руке его, и подошла Эстер, и коснулась конца скиптера. Когда она нашла милость в глазах царя? Когда она стояла. Она не знала тогда, что будет. Она знала, что она должна выстоять во время кризиса, для того, чтобы принести изменения и прорыв. И она использовала свои слова для того, чтобы просить у Бога жизни евреев, у царя. Возлюбленные. Есть силу и власть в наших словах. Когда мы молимся по Божьему Слову. Есть милхама руханит сейчас. В данный момент всегда происходит духовная война. И в каждой жизни, каждого верующего, есть духовная война. Есть милхама руханит. В моей жизни есть духовная война. Я сражаюсь за своих детей, за своих внуков. За наши общины. И это непросто. Но я что-то чувствую, когда я провозглашаю слова Бога. Бог начинает изменять ситуацию. Я и моя жена, мы на протяжении недели молились за определенное состояние. Иногда это сложно. Мы видим обстоятельства, мы видим кризис, и это сложно. Иногда я плачу. Потому что я просто не знаю, что мне делать. Но когда я обращаюсь к Богу, я встаю на Его Слове. Это изменяет меня, это изменяет мое состояние. И через Божье Слово мы понимаем, что Его Слово, это меч обоюдоострый. А меч — это не оружие оборонительное. Меч — это нападательное оружие. Есть щит, и это оборонительное оружие. Мы об этом пели. Но Бог призывает нас завоевать территорию. Каждый наш солдат нуждается в оружии. И каждый солдат должен использовать свое оружие и понимать, как использовать его. И так же и мы. У каждого из нас есть сильное оружие. Есть сам хут в Божьем Слове. Я хочу процитировать местописание из Ефесянов. Когда Бог дает нам это ободрение стоять против врага. Здесь говорится про духовную войну и про духовное оружие. Тут говорится все про 10 по 18 стих. Но сейчас я прочитаю только один стих. 6, 13. 6, 13. Ефесянам 6, 13. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день зло и все преодолев устоять. Апостол Павел знал, как устоять. И мы можем научиться из его примера. Мне нравится начало второго послания Коринфянам. Потому что там Шауль признается в своей слабости. Он сказал, я был в отчаянии и не знал, что мне делать. Практически потерял надежду. Да, апостол, великий апостол Павел. Герой веры. Но он говорит, я тоже признаюсь в этом. Я не знаю, как вас, но меня это очень воодушевляет. Я знаю, что рассказы героев веры в Танахе подобные. Проверьте их сами. У каждого был момент, когда он или она чувствовали себя слабыми. Но вы стояли. Мы знаем из истории, что у Черчилля было много кризисов. И не всегда он преуспел. Но когда он стоял перед парламентом, он изменил историю. Когда Эстер стояла перед царем, она спасла весь еврейский народ. Одна женщина, у которой было смелое сердце, и святая дерзость выстоять перед царем. И я хочу, чтобы мы подумали, и чтобы мы применили эту проповедь в свою жизнь. Неважно, насколько мы большие или маленькие, и Бог хочет использовать нас. И он призвал нас в царство в это время. Давайте мы услышим слова Мордехая к Эстер. Потому что во время кризиса он сказал ей, Если ты сейчас не осмелишься пойти, то Бог принесет спасение с другого места. А мне нравятся следующие слова. И откуда ты знаешь, не для сего ли времени ты достигла достоинства царского? Подумайте об этом. Кто знает? Не для этого ли времени Бог вас привел в свое царство через царя Господа Ишуа к этому моменту, чтобы мы выстояли для того, чтобы мы провозгласили его слово в этом кризисе. Но в своем пути на крест Ишуа сказал следующее. Он сказал, Именно для этого часа я пришел в мир. Бог привел нас в этот критический час. Возможно, вы не чувствуете себя сильными. Я вам открою тайну. Те, которые знают меня, знают эту тайну. Я не сильный человек. Я слабый человек. Я нуждаюсь в постоянной Божьей силе, чтобы выстоять. Когда мы просим возможности у него, он позволяет нам выстоять. Бог призвал нас для этого часа, чтобы это был самый лучший наш час. Что вы решите? Эстер приняла правильное решение. Приняла решение стоять. И она спасла весь еврейский народ. Уинстон Черчилль приняла решение встать. И он в определенный момент изменил историю. Я не знаю, победила бы ли антигитлеровская коалиция вместе с Соединенными Штатами и Советским Союзом, если бы в ней не участвовал Уинстон Черчилль. Он встал в Лондоне именно в этот час на свое место. И его уверенность может быть была пока она откафа. он может быть боялся идти во время постоянных атак с воздуха. Но что случилось? Но люди, которые были в Лондоне получили от него эту уверенность и эту способность выстоять. Если ты стоишь, если ты стоишь, то люди остальные посмотрят на это и получат уверенность во время кризиса. И тогда они подумают, что они тоже смогут стоять. И давайте мы в этот момент вместе встанем. Мы встанем в этом кризисе. во-первых, когда мы смотрим на Иешуа в нашей жизни в нашем положении и во-вторых, когда мы стоим перед царями и провозглашаем его царство. наш дорогой Небесный Отец каждый стоящий здесь и каждый смотрящий нас онлайн нуждается в Тебе для того, чтобы выстоять в этом кризисе. Помоги нам, Господь. Мы знаем, что Ты призвал нас для этого как Ты призвал Эстер. Мы хотим идти за нашим свидетельством. И мы сегодня принимаем решение выстоять в этом кризисе через Твою силу во имя Иешуа. Аминь. Большое спасибо. Спасибо. Аблод и Субтитры создавал DimaTorzok